И этот подкаст нужно начать с небольшого, краткого новостного дайджеста того, что произошло на прошедшей неделе, потому что некоторые из вас могли это упустить. Во-первых, как вы, возможно, заметили, на прошлой неделе не вышло практически никаких роликов, и связано это с тем, что я немножечко приболел. Сейчас я поправился, шея, конечно, еще застужена и очень плохо поворачивается, но, тем не менее, я уже могу озвучивать видео, что вы, в общем-то, могли и видеть в новостном выпуске, который вышел в субботу. Как раз вторая новость связана именно с ним. Если вы по каким-то причинам пропустили новостной выпуск в субботу, а там, скажем честно, была не очень острая новость, никак не связанная с World of Warcraft, что, я так подозреваю, отпугнул часть зрителей, все равно рекомендую туда заглянуть, потому что как раз в этом новостном выпуске проходит последний розыгрыш по World of Warcraft на моем канале. Так что не пропустите, было бы как бы странно не принять участие в последнем розыгрыше на канале, в общем, да, обязательно загляните. И третья новость это то, что в понедельник вышел отличный разбор по тематике, стоит ли покупать Overwatch. Мне кажется, что это один из моих самых лучших разборов за все время, с довольно хорошо выверенной красной линией, и если вы по каким-то причинам в него еще не заглянули, не посмотрели, не оценили и не поставили свой царский лайк, то обязательно это сделайте. Поверьте, он достоин вашего внимания, потому что позиция и точка зрения может быть вам крайне любопытна. Но вернемся к теме сегодняшнего подкаста. Знаете, относительно недавно я посмотрел ролик у своего коллеги по цеху Тукера. Знаю, что в World of Warcraft его многие недолюбливают, потому что он, как и я, в общем-то, рассказывает вещи про то, как World of Warcraft ощущается в 2022 году и как он выглядит на самом деле, а не то, как его пытаются преподнести разработчики. Но, тем не менее, у Тукера есть очень классная рубрика, которую он сейчас активно ее ведет. Фактически, что если не WoW? И вот, собственно говоря, в ней он путешествует по различным MMORPG, обозревает различные MMORPG, смотрит на то, как они устроены и, собственно говоря, высказывает свою точку зрения, стоит ли в этой MMORPG играть и может ли она заменить World of Warcraft тем, кто, собственно говоря, к нему привык. Так вот, совсем недавно я посмотрел у него разбор на The Elder Scrolls Online. И знаете, в нем был один очень интересный момент, который очень круто сопоставляется с World of Warcraft, о чем мы и поговорим буквально через минуту. Компьютерные игры Больше людей готовы вкладывать реальные деньги, чтобы упростить себе жизнь в любимой игре. Одни возмущаются, другие относятся с пониманием, а третьи и сами готовы вложиться в новые доспехи или премиальный танк. Неважно, к какой из этих категорий относитесь вы. Главное, что теперь у вас есть возможность на этом зарабатывать. Виртуальная валюта сегодня — это не просто нарисованные пиксели, это вполне конвертируемые деньги. Причем ее курс не является каким-то мыльным пузырем, он подкреплен реальной экономикой, пусть и в виртуальном мире. В Goldberg мы обучаем наших сотрудников качественно и быстро зарабатывать виртуальное золото. Готовим для вас множество доступных кайдов. Отвечаем на все возникающие вопросы, а также помогаем продать нафармленное вами золото. У нас вы получаете постоянную работу со свободным графиком и стабильным заработком. Теперь вы можете в комфортной обстановке зарабатывать до 600 долларов в месяц. А в перспективе, с вашим опытом и нашими знаниями, эта сумма может значительно увеличиться. Важно не путать понятие «игра» и «работа». Да, мы работаем в игре, но наши действия в ней кардинально отличаются от действий простых геймеров. В то время как обычные игроки проходят игровые подземелья, участвуют в осадах и наслаждаются всем прочим контентом, который им дают разработчики, мы ищем варианты заработка на потребностях этих самых игроков и монетизируем свои успехи. Работа в РМТ-сфере — это полноценная работа, востребованная на рынке услуг. Никто не будет играть с вами в офисные игры и подставлять. Вы работаете в комфортных условиях, работаете столько, сколько сами захотите, и ваша зарплата зависит только от вас. Компания «Голдберг» предлагает вам все условия для комфортного заработка. Присоединяйтесь и воплотите мечту миллионов людей. Сделайте свое хобби любимой работой, и вы не пожалеете. Итак, как вы уже поняли, наш ролик будет про гнев Королевича Классик, как, в принципе, и все остальные ролики на моем канале. Тем не менее, гнев Королевича Классик, знаете ли, имеет такую противоречивую репутацию в сообществе. Даже у меня на канале встречаются две абсолютно противоположные точки зрения. С одной стороны, все любят гнев Королевича, и это как бы как утверждение, которое не требует доказательства, потому что в русскоязычном сегменте вот прям все любят гнев Королевича. Есть, конечно, исключения, но вот глобально говорить про гнев Королевича плохо не стоит, потому что к тебе тут же набегут личифаги, которые навтыкают тебе дизлайков, наустраивают тебе волну отписок и зальют тебя хейтом, потому что это настолько восхитительное дополнение, что вот просто с ним ничто не сравнимо. С другой стороны, есть альтернативная точка зрения, которую нам дает, собственно говоря, самая крупная World of Warcraft комьюнити, западная или англоговорящая, кому как удобнее. И вот как раз англоговорящая комьюнити, которая составляет примерно 90% от общей массы игроков World of Warcraft, а может быть даже и больше, кто ж его знает, трактует нам Лич Кинг совсем по-другому, называя его, скажем так, довольно посредственным дополнением, пиком, собственно, возможностей Activision Blizzard, и дополнением, с которого World of Warcraft окончательно оказуалили, а также дополнением, с которого начались массовые проблемы в игре. Точки зрения, как вы заметили, полностью противоположные, и да, западная точка зрения чем-то подкреплена, но и наша точка зрения тоже чем-то подкреплена, ведь в Лич Кинге действительно много хороших механик. На своем канале я привык Лич Кинг ругать, потому что я начал играть еще в 2007 году, и вот честно вам скажу, Лич Кинг меня не впечатлил на фоне Burning Crusade, с его красивыми пестрыми локациями, с невероятным футуристическим, вот этим всем, куполами, кораблями, и прочей фигней, все, что присутствовало в запределе, в пустоверте и так далее, это все очень сильно цепляло. А вот Лич Кинг с его синей палитрой красок, с его безжизненными пейзажами, конечно, очень привлек мое внимание, и действительно очень сильно контрастировал на фоне запределя, но при этом навевал определенное уныние. В совокупности с проблемами, которые у него были на лаунче, а проблем на лаунче Лич Кинга было очень много, это вызывало, скажем так, своеобразное отторжение. В сумме за все время игры в оригинальный Лич Кинг, я потерял примерно 3 месяца подписки в никуда, что для меня тогда, как студента, вообще-то было большими деньгами, и это было очень неприятно, причем потерял я это просто потому, что разработчики постоянно допускали какие-то странные ошибки, в которые я вляпывался, в общем-то, как и все остальные игроки, и это вызывало у меня максимально негативный отклик, что, как вы понимаете, нормально, если вы столкнетесь с проблемой, которая не даст вам там играть неделю, вы тоже вряд ли будете рады, так что это нормальная реакция. Но, тем не менее, стоит признать, что Лич Кинг, как бы это странно ни звучало, это последнее дополнение, после которого у Активижена, может быть, произошли какие-то метаморфозы, мне сложно судить о ПВЕ составляющей, потому что я никогда особо не был приверженцем этого направления. В ПВП направлении, безусловно, были метаморфозы, но незначительные, гораздо большая часть изменений пришлась на Пандарию, вместе с изменением ветки талантов, но есть вещь, которая действительно очень сильно изменилась после Лич Кинга, и которая дошла до своего апогея в Лич Кинге. И на эту вещь меня как раз и натолкнул божественный обзор Тукера по The Elder Scrolls Online. Дело в том, что Blizzard до выхода Катаклизма сделали действительно феноменальную штуку, которую почему-то многие недооценивают. Если вы даже сейчас посмотрите разборы у большинства блогеров, вы вообще не заметите на этом акцента, а ведь это действительно ультра крутая механика, до которой разработчики дошли, и которую они поддерживали в течение трех версий игры, и непосредственно в Лич Кинге довели до кульминации. Речь идет про вариативность и разнообразие в вашей прокачке. Вы сейчас скажете, боже, Чик, да кому эта прокачка нужна? Но поверьте, учитывая, что в прокачке World of Warcraft мы стабильно проводим от 100 до 200 часов игрового времени, то есть это чистое время, которое мы проводим за компьютером для прокачки нашего персонажа, эта самая прокачка это очень важный элемент игрового процесса, который касается всех. Кто-то пытается скипнуть его побыстрее, как я, кто-то пытается в нее вникнуть. Но тем не менее, ее разнообразие и те идеи, которые заложили Activision Blizzard, тогда еще просто Blizzard, в этот самый процесс на самом деле-то вообще-то гениальные. И вот как раз с приходом Катаклизма они от этой схемы, можно сказать, начали отказываться, и в Пандарии окончательно отказались. Так о чем же, собственно говоря, идет речь? Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что, по сути дела, все локации Burning Crusade и все локации Лич Кинга, да и, впрочем, как и локации классики, имеют альтернативы? В ходе прокачки вашего персонажа вы вольны выбирать, где и как вы хотите качаться. Допустим, если мы говорим про классику, то здесь все понятно. Возьмем, например, Орду. Да, прокачавшись до 10 уровня, вы можете пойти как в Степе, так вы можете пойти и в Серебряный Бор. С приходом Burning Crusade у вас появляется еще одна альтернатива под названием Призрачные Земли. Итого, достигая 10 уровня, вы можете выбирать, где и как вы хотите качать вашего персонажа, потому что во всех трех локациях вы сможете поднять одни и те же уровни, но при этом вы можете менять внешний вид локаций, в которых вы, собственно говоря, качаетесь. Да, на классике вы, скорее всего, будете путешествовать по всем этим локациям, если не будете посещать параллельно подземелья и так далее. То есть есть свои подводные камни и многие нюансы, которые подталкивают вас, как минимум, пройтись по всем локациям, хотя бы поверхностно. Но глобально, если судить, скажем так, про игровой процесс, в котором вы выкладываетесь на 100%, например, вы дважды сходили в пещеры Стинани или три раза по Трагримар, чтобы выбить какую-то шмотку или сделать какие-то квесты, например, вы взяли их по очереди, то тогда вы посетите только одну такую локацию. Но при этом есть альтернатива. То есть как бы игра нам предлагает альтернативные варианты прокачки наших персонажей. С одной стороны, это очень правильный подход, ведь разработчики таким образом разгружают мир. У нас происходит гораздо меньшая концентрация игроков в одной локации, люди рассасываются по-разному, это приводит к определенному балансу, уменьшает очереди на существах. Довольно хорошая система, довольно логичная, которая периодически дает сбои, вспоминаем ту же самую Тернистую долину или Тонарис, которую пропустить практически невозможно. И, соответственно, понимаем, зачем это устроено и какие бонусы нам это дает. Но в Бернинг Крусейде это выходит на абсолютно новый уровень. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что в Бернинг Крусейде глобально отсутствует прогрессия прокачки вашего персонажа? Вернее, не так. Она там еще есть, но она там слабо выраженная. То есть, проще говоря, за квесты вам практически во всех локациях дают практически одинаковое количество опыта. Причем, что любопытно, если в полуострове Адского Пламени вы получаете в среднем 10 тысяч опыта, что равняется, допустим, тем же самым западным чумным землям или Селидусу, то вот уже перебираясь в Зангартопе, Терракар и, не дай бог, дальше, это количество опыта практически фиксируется. В той же самой Зангартопе вы получаете примерно 11 тысяч опыта, в Терракарском лесу 12 тысяч опыта. Все. После Терракарского леса прогрессия, по сути дела, останавливается. Потому что, перебираясь в Награнд или в Астрогорье, перебираясь в Долину Призрачной Луны или Пустоверть, вы будете всегда одинаково получать эти 12 тысяч опыта плюс-минус тысяча. И это как правило. При этом, количество опыта, необходимое вам на уровень, возрастает. В чем посыл и в чем смысл этого действия? Безусловно, в том, чтобы затянуть вашу прокачку, чтобы вы лучше разобрались в игре, посетили больше локаций, лучше разобрались в истории. Безусловно, это все, конечно, присутствует. Но также это предлагает вам вариативность. Понимая, что вы во всех этих локациях получаете практически одинаковое количество опыта, вы можете выбирать, куда вы можете пойти. Проще говоря, если вы знаете, что вы можете получить 12 тысяч опыта за задание в Награнде и 12 тысяч опыта за задание в Астрогорье, то вы сможете выбрать, какая локация вам более интересна и более привлекательна с точки зрения сеттинга и визуальной составляющей. Конечно, большинство выбирает Награнд, но, тем не менее, люди, которым интересен лор Ограф, чаще отправляются в Астрогорье. Схожая ситуация с Пустовертью и Долиной Призрачной Луны. Вы скажете, что в этом нет ничего такого, и это просто какая-то вариативность вашей прокачки, но не забывайте, что выбирая места, где вы качаетесь, вы также выбираете, где вы прокачку закончите. Почти в 95% случаев, закончив квесты в Награнде, вы уже не отправитесь в Астрогорье, а если вы прокачаетесь в Пустовертье, вы не пойдете в Долину Призрачной Луны, ведь заданий вам хватит для получения уровня. А, соответственно, игра уже на этом этапе предлагает вам вариативность в левелинге, и более того, она останавливает прогрессию по опыту за задание, чтобы вы могли сами ориентироваться, куда вы хотите. Опять-таки, это история про то, что разработчики пытаются и разгрузить локации от большого наплыва игроков, и одновременно с этим дают пользователям выбор, где и как они хотят качаться. Вот это вот, знаете ли, своеобразная свобода выбора, которая вот прям кричит к нам из монитора, что качайтесь где вы хотите, делайте то, что вам интересно. И это довольно крутая фишка. Но, абсолютный пик вот этой вот прогрессии достигается в Лич Кинге. И обращаю ваше внимание, что после выхода Катаклизма эта система еще продолжает работать, но прогрессия уже так не работает. Об этом мы поговорим буквально через минуту. Смотрите, что происходит после того, как вы перебираетесь в Нордскол. Если у вас установлен аддон квесте, вы можете его открыть прямо сейчас, например, если вы его еще не выключили, и вы играете на официальных серверах, или даже на пиратских серверах, вы можете просто посмотреть, сколько вам дают опыта. Откройте карту и посмотрите. Почти все локации устроены по абсолютно одинаковой формуле. 20 тысяч опыта за обычное задание, 30 тысяч опыта за завершающую цепочку задания, либо уникальное задание. К уникальным, если что, относятся и групповые квесты, и 40 тысяч за задания в подземелье. Да, передвигаясь по континенту, вы будете получать чуть больше опыта. Например, в Ледяной Короне вы будете получать уже не 20 тысяч опыта, а 21 тысячу с половиной. И глобально, если мы пересчитываем это на количество квестов, то 100 квестов в Ледяной Короне даст вам на 100 тысяч опыта больше, чем квесты в Ревущем Фьорде. Плюс поправка на убийство существ и так далее. Но глобально, если мы рассуждаем про банальный геймплей, нам нет большой разницы, где квестить. Независимо от того, где бы мы ни находились, мы будем получать одинаковое количество опыта. При этом, если вы обратите внимание на количество опыта, которое вам необходимо на получение уровня, вы тоже можете заметить, что его количество не возрастает с ростом уровня вашего персонажа после 70-го. То есть, что на 71-й, что на 79-й, что на 80-й, вам требуется примерно одинаковое полтора миллиона опыта. Понимаете, к чему я веду? Да? По сути своей, пребывая в Нордскал, мы уже выбираем, где мы хотим качаться. Разработчики сразу говорят нам, вы можете выбрать Борейскую Тундру или Ревущий Фьорд. После того, как вы пребываете в эти локации, вы можете максимум поднять в каждой из них два уровня. И после того, как вы получаете эти самые два уровня, например, в Ревущем Фьорде, как это сделал я, у вас появляются три новые локации, которые вы можете выбрать, как зоны для прокачки. Это Седые Холмы, это Драконий Погост, и это Борейская Тундра. Допустим, вы так же, как и я, отправились в Борейскую Тундру. Вы пришли туда, вы сделали там квесты, потому что сделать их там, безусловно, на 72-м проще, потому что существа там ниже по уровню, и вы стали 74-го уровня. И теперь у вас на выбор уже три локации. Это все так же Седые Холмы, это все так же Драконий Погост, и это уже Золдрак. Если вы параллельно закроете, например, данжи в Борейской Тундре, в Драконий Погосте и в Ревущем Фьорде, плюс поделайте еще чуть-чуть квестов в Драконий Погосте, у вас выйдет уже 76-й уровень. А на 76-м у вас уже опять-таки есть выбор Седые Холмы, Золдрак, Грозовая Грида, Низина Шалазар и Ледяная Корона. Все эти локации, по сути дела, доступны с 76-го. Да, Ледяная Корона доступна с 77-го, но окей, сделаем небольшую условность, что вы еще параллельно закрыли арену Золдрака и сходили в Венсты в Золдраке. Но тем не менее, в какой-то момент вы доходите до той ситуации, когда у вас довольно большое количество локаций для выбора, где вы можете качаться. Эти локации сюжетно, глобально между собой не связаны, то есть вас не ведут за ручку по этим зонам, и при этом во всех этих локациях вы получаете одинаковое количество уровня. Да, они разные по уровню, но игра выстроена таким образом, что у вас всегда есть две локации на выбор минимум. Если же вы выполняете все, что предлагает вам игра, в том числе посещаете подземелья, возможно посещаете их по несколько раз, то тогда игра предлагает вам от трех локаций и больше. Это очень крутая схема, если мы говорим про рассасывание контингента, то есть игроков, по материку, и таким образом балансирование их в различных локациях. Особенно, если мы говорим про первое впечатление от игры, когда люди еще плохо понимают, куда можно идти, куда не идти, где квесты быстрее делать, где нет, все просто рассасываются из своих пожеланий. Вот, например, мне нравятся седые холмы, я иду качаться туда. Кому-то нравятся драконы и калуаки, и они идут качаться в драконе по гос. Так, тут фанат оракулов, и поэтому он пойдет топтаться в болоте Шалазар. И все как бы довольны, но при этом обратите внимание, вот в чем любопытная фишка. Почему я вообще вам это все рассказываю, и почему это в целом важно? Дело в том, что вообще глобальненько так-то, Нордсколл и Рич Кинг, получается, довольно сильно опередил всех своих, собственно говоря, последователей. В общем, эта игра опередила время, и концепция, которую заложили Activision Blizzard, тогда еще просто Blizzard, она очень сильно опережает время, и ту идею, которую позже возьмут на вооружение. Смотрите, о чем говорил Тукер, когда рассказывал про The Elder Scrolls Online. Дело в том, что в The Elder Scrolls Online вы покупаете DLC. Сначала вы покупаете игру, вам доступен какой-то там сюжетный пак и ряд локаций, и потом, если вы хотите прогрессировать дальше, вы покупаете DLC. При этом, порядок покупки DLC глобально не важен, потому что каждая DLC рассказывает вам свою отдельную историю. Это, если что, я все еще про The Elder Scrolls Online, а не про World of Warcraft, если вдруг вы начали проводить параллели и понимать, к чему я клоню. Более того, вам абсолютно не важно, в какое из этих DLC идти качаться и в каком порядке их покупать. Сюжет вы поймете все равно, потому что он самостоятельный в каждом DLC, и локации будут подстраиваться, как и существа, под ваш уровень. Проще говоря, если вы пойдете в DLC X на втором уровне, там будут существа второго уровня, но и в DLC Y, который вышел через два года после DLC X, тоже существа будут второго уровня, если вы пойдете туда на втором уровне. Во всех этих локациях вы получите одинаковое количество будут одинаково сложны, и единственная разница это сюжет и визуальная составляющая. То есть по ходу своей прокачки вы фактически просто выбираете, где именно вы хотите левелиться, что вы хотите видеть вокруг и какой сюжет вы хотите получать. И в этом плане Nord Skull и вообще дополнение Лич Кинга очень сильно опережает время, потому что по сути своей Activision Blizzard делают точно такую же фишку. И эта фишка просто потрясная, без преувеличения. Посудите сами. Давайте еще раз повторим всю эту схему. Прибывая в Nord Skull, вам дают две локации на выбор. И дальше вы получаете достаточное количество опыта для того, чтобы у вас всегда было две локации на выбор. Более того, теперь давайте взглянем на Nord Skull последних этапов. Где-то после 3.3.0 или даже может быть в 3.3.5 честно говоря, не помню, опыт в Лич Кинге порежут, и вместо полутора миллиона на левел нам будет нужно примерно там 800-900 тысяч. Опыт опять-таки будет фиксированный, но уже довольно маленькие цифры от вас будут требоваться. Соответственно, выходя из первой зоны, уже 73-м уровнем. А выходя из ревущего ферда 73-м уровнем, вы будете значительно ускорять вашу прогрессию. Проще говоря, вы вышли из ревущего ферда 73-м, зашли в Борейскую Тундру, получили 76-й и перед вами открыт весь мир. У вас 76-й уровень и вы можете идти качаться в Низину Шелазар, в Седые Холмы, в Драконе Погост, в Грозовую Гряду, в Зулдрак и в Ледяную Корону при определенных условиях вы тоже можете в целом пойти. Таким образом, получив определенный уровень, который получается довольно быстро и легко в течение посещения двух локаций, вы в дальнейшем можете еще больше выбирать, где вы хотите левелиться. И при этом ваш выбор влияет только на визуальную и сюжетную составляющую. Все локации, да, они как бы переплетены и если вы пройдете весь Нордскул, выполните все квесты, то вы плюс-минус поймете, что в нем происходит. Но при этом порядок подачи абсолютно не важен. Если вы пойдете в Низину Шелазар, вы ничего не потеряете потом, придя в Драконий Погост, контекста. И вот это очень крутая идея. По сути дела, в The Elder Scrolls есть балансировщик, который подравнивает игрока под уровни. А Activision Blizzard, чем эта фишка и крута, сделали все то же самое, только без балансировщика. Они просчитали прокачку таким образом, чтобы независимо от локации, которую вы посещаете, вы все равно были плюс-минус равны и чтобы у вас все равно плюс-минус оставался выбор, куда вы еще хотите пойти. И заметьте, такая же фишка была в классике, такая же фишка была в БК, но именно абсолютно эпогей, когда даже на уровне нужно одинаковое количество опыта и за все задания на материке дают тоже одинаковое количество опыта, они достигли этого именно в Лич Кинге. И знаете, что любопытно? Это действительно очень крутая концепция. И об этом, кстати, очень многие говорят в адрес The Elder Scrolls Online. Потому что вы вольны выбирать, какой сюжет вы хотите посмотреть здесь и сейчас, какие локации вы хотите пройти и вообще максимально, да и в целом, сделать прокачку максимально удобной лично для вас. То есть разработчики как бы не ведут вас за руку через все локации, не ведут вас по коридорному маршруту, где один квест перерастает в другой, а дают вам абсолютную свободу выбора. Что решает некоторые технические проблемы, безусловно, но в первую очередь позволяет вам развиваться так, как вы хотите. И это действительно круто. Вероятно, это все можно было уместить в 5 или даже 6 минут, и вы бы тоже это поняли, но подкаст на то и подкаст, так что про что простить. Какая проблема? Смотрите, у нас вышел перезапуск Гнева Короля Ильича Классик, и вот, наверное, только лениво не кричал про то, что прокачка в нем душная. Полтора миллиона опыта, крайне медленные, тягучие задания, которые рассказывают нам лор, но сами тянутся очень медленно, а и полное отсутствие какой-либо прогрессии. Вы идете в каждую локацию, вы выполняете абсолютно одинаковое количество квестов для поднятия нового уровня, вы смотрите, делаете одни и те же действия, если вы знаете сюжет, вам это все не интересно. В чем проблема? Система-то гениальная, нам дают абсолютный выбор, казалось бы. Душно тебе качаться в седых холмах, так иди в Золдрак, душно в Золдраке, иди в Драконий Погост, душно в Золдраконий Погосте, в Шалазар, вперед и к успеху, как говорится. Чего ты, как говорится, ноешь? Но при этом большинство пользователей серьезно задалось вопросом насчет того, что вообще так-то качаться очень душно, и вот эти полтора миллиона фармить очень душно. А в чем, как говорится, проблема? И вот знаете, здесь опять-таки нам на помощь приходит Тукер, и да, конечно, я этим роликом очень сильно на него опираюсь, но просто он уже озвучил все эти мысли, и проще сослаться на него, чем, как говорится, от своего леса их вещать. В общем, тут какая история. Тукер в своем ролике про The Elder Scrolls Online выводит довольно крутую концепцию, что в целом мы вольны выбирать, как мы хотим качаться, мы вольны выбирать локации, мы вольны выбирать порядок прохождения DLC, и это очень круто. Это огромная крутая вариативность. Но проходить все эти локации в какой-то промежуток времени становится душно. То есть он в The Elder Scrolls Online столкнулся с той же проблемой, с которой люди сейчас сталкиваются на серверах Гнева Королевича Классик. Как так получается? А дело в том, что проблема одинаковая, и Тукер про нее говорит. Суть проблемы заключается в том, что нет чувства прогрессии. Задания, как давали вам 20 тысяч опыта, так и дают вам 20 тысяч опыта. Вам на уровень как нужно было полтора миллиона опыта, так вам все так же и нужно полтора миллиона опыта. Да, ваш персонаж вроде бы усиливается, вы начинаете наносить больше урона, вы вроде как бы и уровень свой поднимаете, и запас здоровья вашего растет, но ничего не меняется, потому что вам все так же нужно убить столько же существ, и выполнить столько же заданий. Более того, вы вроде как бы усилились, но все равно сносите примерно столько же урона. Как сносили с одной тычки 20% запаса здоровья врага, так и сносите до сих пор. И вот вроде бы время идет, что-то меняется, но глобально чувство прогрессии отсутствует. И именно это главная проблема The Elder Scrolls Online, потому что там есть уровнилова, и во всех локациях вы наносите одинаковое количество урона, бьете существ с одинаковым запасом здоровья, и бьете их, собственно говоря, одинаковое количество времени. В Гневе Королеля Лича схожая система, только здесь нет балансировщика. То есть в 2007, может быть, в 2008 году, когда разработчики начали создавать Nord School, они еще не знали про такую фишку, как автобалансирование, да и я вообще не уверен, что она тогда вообще была в каких-то MMORPG. Но при этом они уже тогда попытались, задались целью, и впоследствии даже реализовали схему, при которой вы были вольны выбирать что и куда. Но у этой схемы нашелся побочный эффект, который называется душно, потому что нету чувства прогрессии. Вы вроде бы наносите там на 2000 урона больше, но это все равно в процентах одно и то же. И вот именно это, а также получение одинакового количества опыта, а также необходимость выполнения одинакового количества заданий для того, чтобы поднять уровень и душит непосредственно игровой процесс. Любопытная ситуация получается, вы согласны? Мне вот она прям очень нравится. В таком контексте любопытно, что с приходом Катаклизма разработчики от этой схемы начали отказываться. Да, в Катаклизме, как вы вспомните, мы получили примерно то же самое, что имели, собственно говоря, в Запределье. Знаете ли, что-то такое среднее между Запредельем и Пандарией у нас вышло. Когда у нас было две стартовые локации, вы могли отправиться либо в Хиджал, либо в Вайшир, причем Вайшир ненавидела подавляющее большинство игроков World of Warcraft, как я помню. Может быть, я ошибаюсь. Любите ли вы Вайшир? Быстро написали все в комментариях, потому что мне нужна ваша точка зрения. Но дальше весь ваш левелинг был максимально коридорным. Вы посещали одни и те же локации, это абсолютно неважно, как мне кажется. Вас дальше запирали в коридор, не было разнообразия. Но это все равно было чем-то средним между Запредельем и Пандарией, потому что в Запределии вам давали эндшпиль из двух локаций на выбор, а здесь нам как будто бы дали другой дебют. Здесь главное вот что. С приходом Mists of Pandaria разработчики окончательно отказались от своей концепции с разнообразными локациями. И как вы, возможно, вспомните, через Пандарию нас, в общем-то, ведут за ручку из одной локации в другую, из второй локации в третью, и так до того момента, пока мы не получим максимальный уровень. Да, существует альтернатива в виде прокачки по подземельям, но кто играл в Пандарию, те помнят, что прокачка в подземельях была максимально душная. Схожая система и, собственно говоря, после того, как вы пребываете в Дрейнор. Да, там немножко побольше вариативности, опять-таки, вы можете качаться в Таракаре, можете качаться в Награнде, плюс-минус есть, как говорится, где развернуться, но глобально там все равно, если смотреть по уровням, особенно если смотреть на релизе Дрейнора, когда опыт еще не порезан, вас тоже ведут за ручку. Схожая ситуация и в битве за Азерот, там вообще в целом прокачка очень душная, потому что там как раз вот эта самая прогрессия умирает чуть более чем полностью, и левелинг очень сильно затягивает, но тем не менее, там тоже такая же схема. В Легионе тоже такая же схема была, и такая же схема потом в Шаду Лэнс происходит. Про Драгонфлайт пока еще непонятно, но, как я понимаю, там тоже будет 4 локации, через которые вас проведут за ручку. То есть, по сути своей, Лич Кинг это последняя арка абсолютной свободы в вопросах левелинга, когда выбор локаций обусловлен только вашими визуальными предпочтениями, а также вашим интересом к определенным элементам лора, после чего разработчики скатываются в унылый коридор. Просто посудите сами, в Лич Кинге разработчики придумали действительно очень крутую вариативную систему прокачки, но впоследствии, из-за ее недостатков, а тогда еще и не было соответствующего технического прогресса и навыков для того, чтобы создать полноценный балансистик, они от нее отказываются, потому что она признается неэффективной. И после этого весь левелинг скатывается в банальный коридор. И получается, что если взглянуть на World of Warcraft глобально, выходит, что Лич Кинг с точки зрения левелинга гораздо более вариативен, развит и продуман, чем многие другие дополнения и многие другие ММО-РПГ. Потому что, казалось бы, нас отправляют на банальные квесты, нас отправляют опять на новый материк, вроде бы вот все то же самое, но при этом, вот этот факт вариативности, который немножечко скрывается за кадром и на который ты не обращаешь внимания во время левелинга, потому что тебе это неинтересно, ты не задаешься этими вопросами, он очень влияет на восприятие DLC и на самом деле дает игроку огромную вариативность. И вот понимаете, в чем проблема? До ролика Тукера я эту точку зрения нигде не встречал. А сама эта точка зрения была озвучена у Тукера в ролике про совсем другую игру. И как мне кажется, немного несправедливо ругать или хватить Лич Кинг, не упоминая этот элемент, который почему-то очень часто люди опускают. Вопрос, для чего я записывал вообще этот подкаст? Как и многие другие подкасты на этом канале, я записал всего с одной целью. Для того, чтобы поделиться с вами своим наблюдением, которое я поймал в процессе прокачки своего Рыцаря Смерти, а также в процессе просмотра контента других контентмейкеров. Как мне кажется, этот элемент игрового процесса стоило обсудить, потому что, как мне кажется, это действительно очень крутая фишка, за которую все-таки стоит похвалить Blizzard, пусть эта фишка и была сделана много лет назад. На Steam, с вашего позволения, я буду заканчивать и без того затянутый подкаст. Если он вам понравился, лепите ему лайки. Пишите в комментариях, что думаете по этой теме, обязательно пишите про Вайшир, а также не забывайте про подписку. Ваша подписка чрезвычайно мотивирует выпускать новый контент 6 дней в неделю. Спасибо, что досмотрели до самого конца и до очень скорой встречи.